итак дорогие друзья доброе утро доброе утро всем кто хочет изучать тору кто хочет услышать и понять что бог от нас хочет значит у нас идет урок прямом эфире на фейсбуке и идет урок прямом эфире в инстаграме я всем советую вот фейсбуке есть как раз ссылочка уроки новости мира тора в телеграм-канале подписаться на этот телеграм-канал если вы пропускаете урок то мы будем вам его присылать каждый урок в конце будет запись вам прислана и вы опу где бы вы ни были чем бы вы не занимались у вас вашем телефоне в телеграм-канале есть прекрасная возможность прикоснуться услышать понять мудрость царя соломона шлома мелха мы изучаем сейчас мудрость одного самых великих людей за всю историю человечества и около 3000 лет назад он был пророк и он на то что он от бога принял получил он очень хотел передать простом понятном языке и мы пытаемся сейчас его простой понятный язык шлома мелаха понять принять запомнить и применить ничего я в шалаше вот я сижу в шалаше и мы учим тору вот у меня шалаш видите но шалаш он никак не мешает учить тору как раз в шалаше мы и учим тору а где еще 4 как не в шалашах хорошо дорогие друзья значит мы продолжаем продолжаем изучать 23 главу 23 глава и сегодня мы как раз так получилось что советы связаны с тем как вести себя в празднике как вести себя в празднике значит в девятнадцатом отрывке на котором мы остановились царь соломон говорил нам что шмат обни в ха хам то есть слушай тору сынок и умудряйся становись мудрее вашер бадерах либо это иди по прямому пути своего сердца или по счастливому пути своего сердца то есть управлять своим сердцем чтобы управлять сердцем через тору видите шалом из польши в инстаграме шалом из германии в фейсбуке очень интересно что люди из польши из германии одновременно могут смотреть и в инстаграме и фейсбуке теперь 20 отрывок 23 главы вот слушать очень интересно значит говорит нам царь он альтеи бессовый я и бэзолелей басар лямо нибудь он говорит нам нибудь среди обжи пьющих вино упивающихся виной сувей это которые бухают алкоголики такие да и бэзолелей басар и обжирающихся мясом лямо вот это слово лямо очень оно важное лямо это переводится для себя для себя значит говорит нам царь соломон смотрите люди как человек устроен мы сейчас как бы живем слава богу во время когда мы не знаем ну большинство из нас не знают что такое что такое голод слава богу то есть мы не представляем что такое когда там например был голод в во времена торы когда был пять лет был голод да когда нечего было кушать вообще когда сыновья яаково они спускались египет и в египте все население страны продала с себя в рабство ради того чтобы получить зерно хлеб потому что нечего было кушать то есть начале они продали все имущество потом они продали весь свой скот потом они уже продали себя Потом они продали свою землю. То есть все, нечего кушать. На территории Украины, России, в бывшем Советском Союзе в 30-е годы был голод. Был голод несколько лет подряд, был голод, умерли миллионы людей. Миллионы людей от голода, можете себе представить. У меня отец мой, он был в эвакуации во время войны, и они ели картофельную очистки. Это для них было счастье найти картофельную очистки, чтобы их покушать. То есть нечего кушать было. Они были беженцы, и им нечего было есть вообще. И значит, в то время для человека радостью было покушать. То есть вот плотно покушать, поесть мясо. А если попить вино, это было вообще там только на празднике. Только на праздник не было у человека возможности пить вино каждый день и кушать мясо каждый день. Не было холодильников, и не было что есть. Вот просто голод конкретный. У большинства людей, 99% мира, они жили постоянно, они даст Бог день, даст Бог пищу. Не знаем, что будет. Кочевники приехали, разорили все там поля, сожгли. Всех угнали в рабство. Постоянно были вот эти кочевники. То есть были люди вообще делятся на две категории. Это очень важно, кстати, знать. Есть категория людей, которые забирают. Вот они в бизнесе такие, они в жизни такие. Они такие охотники, хищные, хищники. И эти хищники, они стараются у других людей забрать. Есть другая категория людей. Они такие работяди. Они такие, как домашние животные, да? Есть хищные животные, а есть домашние животные. И вот половина людей, они хищники по сути своей. Половина людей, они такие работяди, создатели, домашние животные такие, да? И раньше было всегда как на протяжении мира. Ну там сидит, например, какой-то народ, он домашние животные. Они оседлые такие, они все время что-то строят, что-то они выращивают. И тут приезжают, о-о-о, там какие-нибудь татаро-монголы. То есть заехали, сожгли, там это самое. Или, как ныне сбирается вещь Олег, отмстить неразумным хазарам. Значит, их села и Нивы за набег какой-то обрек он мечам и пожаром. То есть народы были такие кочевные, которые нападали и забирали. А остальные они пытались что-то выращивать. Теперь получается, что и постоянно воевали. То есть на территории, например, Германии было 300 отдельных княжеств, городов, которые все время между собой воевали. Теперь, значит, что нам говорит царь Саламон в 20-м отрывке. Как только человек зарабатывать начинал деньги, первым делом он решал свои вопросы питания. То есть человек богатый на протяжении всей истории человечества, он сразу начинал хорошо питаться. Поэтому считались женщины, кстати, интересно, я когда-то видел картинку, история красоты. Там лет 100-200 назад, лет 200 назад, да, или 300 назад, или 400, считались красивыми, плотные такие женщины, полненькие. Почему? Они упитанные, значит, они такие были, ну, питательные. Понятно. Полные были. Сейчас почему-то худые в моде, но тогда были полные в моде. Теперь говорит нам царь Саламон очень важный совет. Если у тебя есть возможность, если у тебя есть деньги, если у тебя есть, решен вопрос с питанием, он говорит, не будь альты бесуэй яйм, не будь среди тех, кто упивается вином, и среди тех, кто обжирается мясом. Для себя. Вот это слово для себя, оно выделяет случаи, когда человек кушает. Вот сейчас, например, мы находимся в полупраздничные дни. Понятно, что все законы были написаны там тысячи лет назад, все еврейские законы, они, значит, записаны тысячи лет назад, сотни лет назад. И нужно сейчас, как праздновать? Праздник – это сесть за стол и покушать. То есть в наше время мы уже как бы не понимаем, что это праздник, сесть за стол и покушать. Но мы нормально и так питаемся каждый день. Но раньше для людей было вот стопроцентное выражение праздника – это сделать вкусную еду, собраться все вместе и кушать эту еду. Даже мы помним в советское время, когда был, ну, можно сказать, голод. Даже я думаю, что мы не застали голод, но мы застали голод. Когда в магазин заходишь, и в магазине есть все еды, есть только морская капуста почему-то. Вот в Советском Союзе очень много выпускали морской капусты. Я помню, вот в магазин заходишь, одна морская капуста, ничего больше нету, кроме морской капусты. И, значит, в советское время тоже был Новый год, вот эти все салаты оливье, там, мандарины. Я помню, папа привозил из Москвы бутылку пепсиколы, и я ее пил, одну бутылку я пил два месяца, а потом еще пробочку нюхал. Запах оставался, пробочки пепсиколы. То есть для меня в детстве пепсикола – это был праздник. Вот просто конкретно бутылка пепсиколы для меня, она, праздник был на два месяца. Я каждый день вот по чуть-чуть выпивал, вот так вот маленький-маленький глоточек, и, значит, попадал в рай. Теперь говорит нам царь Соломон, не будь среди упивающихся вином, среди обжирающихся мясом для себя. То есть если это праздник, если Бог сказал, сегодня мы собираемся и празднуем Суккот. Все, собрались за столом, празднуем, радуемся, кушай, обжирайся, радуйся. Или там было два дня рошашана, кушаем, еще кушаем специальную еду, чтобы там зернышки граната, чтобы были заслуги, как гранат. Голова рыбы, чтобы мы были в голове, а не в хвосте, и так далее. Все, это ты кушаешь не для себя, ты кушаешь по специальному ритуалу, в котором еда превращается в духовную работу, как в твое духовное совершенствование. Но если ты обжираешься просто для себя, то тогда, 21-й отрывок, царь Соломон нам говорит, что будет. Он нам говорит следующую вещь. Он говорит, потому что тот, кто обжирается и бухает, обеднеет. Украим толбиш нума. И в лохмоте человека оденет дремота. Значит, нам царь Соломон говорит, нам всем, Геннадию Бухману, Ирине Дудиной, Александру Булгаку. Всем он нам говорит, если вы будете бухать и обжираться, и после этого дремать, и с утра не просыпаться на молитву, на работу, знаете, кто рано встает, тому Бог дает. Он говорит, все, значит, обеднеете и будете одеты в лохмоте. Я специально нашел, и вот сейчас я здесь разместил ссылочку. Мне было интересно, я погуглил статьи знаменитости, которые спились или умерли от наркотиков. Наркотики это еще более жесткая такая форма получать удовольствие, физическое удовольствие от как бы украденное, незаработанное. То есть наркотики, они еще больше, чем обжираться и пить алкоголь, они вот в этой же сфере, только они еще более сконцентрированы, дают тот же эффект. Оказалось, тысячи, тысячи, ну не тысячи, тысячи я преувеличил, сотни людей талантливых, умных, актеры, певцы, там, Эдит Пиаф, Джек Лондон, этот Эрнест Хемингуэй, Ван Гог и так далее, все они ушли из этого мира из-за того, что они употребляли или алкоголь, или наркотики, и, значит, они попали как раз под раздачу, под 21-й вот этот отрывок и 20-й. Они, к сожалению, не учили царя Соломона, а если учили, то они не могли справиться с собой, и они не знали, что не надо быть среди пьющих, упивающихся виновы, среди обжирающихся мясом, 20-й отрывок, 21-й отрывок, потому что тот, кто пьет алкоголь и обжора, он обеднеет, и он будет одет в, краим это порванную одежду, он будет одет потом, то есть он реально станет нищим бомжом и умрет. Вот такие вот ужасные последствия от алкоголя приходят людям. Теперь дальше нам говорит царь Соломон, а что же делать-то? Что же делать? И он нам говорит в 22-м отрывке, что делать? Он нам говорит так. Шмали авиха, зэйя ладеха. Он говорит, слушай папу твоего, который тебя родил. Валь тавус, ки за окна и мэха. И не пренебрегай, не презирай матерью своей. Матерью своей. Значит, здесь идет в переносном смысле. В переносном смысле. То есть он, естественно, нам говорит, смотрите. Человек, он живет в мире своих убеждений о том, что надо делать, как надо жить, на что надо тратить свое время, на что не тратить и так далее. И он нам говорит, что слушайся папу своего. Папа – это Бог, который нам сообщил, что делать в Торе. Слушайся папу своего и не пренебрегай советами матери своей, хотя тебе кажется, что они устарели. Уже в то время царь же Соломон, он жил где-то через 500 лет после дарования Торы. 700 лет после дарования Торы. И уже в то время, 700 лет после дарования Торы, он построил первый храм. Это было за 500 лет до того, как построили в Риме Колизей. Ровно за 500 лет он построил первый храм. И он, значит, уже когда он строил первый храм, А Торе уже к тому времени было 700 лет. То есть ему говорили, ему говорили, ну что это Тора такая устаревшая? Ну посмотри. Вот-вот древние греки, хотя они прогрессивны. Вот они голенькие бегают, вот они Олимпийские игры устроили, вот они, значит, отменили все там вот эти запреты, что как там мужчина с мужчиной, можно, древние греки говорят, не можно, а нужно, красиво даже это. Голыми бегать нормально, значит, и так далее. И говорили всегда люди, вот в еврейском народе всегда были те, которые говорили, Тора устарела, а вот есть прогрессивные, современные и так далее. Это уже длится, Тора была получена 3300 лет назад. И 3300 лет каждый год, начиная с, когда Корах, это был двоюродный брат Маше Рабену, и он уже восстал против Маше, и сразу он сказал, Тора нелогичная, нету логики в Торе. Задал он ему несколько вопросов логических, да, он говорит, вот надо повесить Мизузу на дверь. В Мизузе написано слова из Торы. А если комната сама с видками Торы заполнена, так что, значит, нужно тоже Мизузу вешать? Маше Рабену говорит, нужно. Вот как в Торе Бог сказал, так и нужно. Мы не будем за Бога думать, нужно или не нужно. А Корах говорит, нет, это против логики, все. И восстал против Маше Рабену. И так каждое поколение, даже еще раньше мы уйдем, Бог сказал первому человеку Адам Решону, от этого дерева, дерево познания добра и зла, не кушай. Понял? Понял. Все, от дерева, не кушать от дерева? Понял, конечно. Как? Ты Бог, я создание. Ты творец, я создание. Ты сказал, я сделаю. Все, так сказал Адам Решон. Жене своей он Хаве говорит, Хава, Бог нам сказал, от этого дерева кушать нельзя. Поняла? Она говорит, поняла. Хава сказала, конечно, поняла. Что непонятного? Адам Решон на нее посмотрел и думает, что-то она странно выглядит. Наверное, не поняла. Он говорит ей, смотри, Бог сказал от этого дерева не кушать и к нему не притрадиваться. Поняла? Ну, поняла я, она ему говорит, что ты ко мне пристал? Поняла. Бог тебе сказал, от дерева нельзя кушать и нельзя к нему притрадиваться. Все понятно. Тут змей ей говорит, ну что, Бог вам сказал, от всех деревьев нельзя кушать? Это он так к ней зашел, как бы, с любой соблазнитель. Он говорит, ну что у вас все так строго, все так устаревшее? Вот змей точно так же, он к Хаве пришел и ей говорит, ну что, что вообще, Бог вам все запретил? Вообще все запретил. Хава ему говорит, нет, да все вроде можно, вот только от одного дерева нельзя. А, раз от него нельзя, вот это и есть самое ценное дерево. Вот это вот Бог, он не хочет, чтобы вы стали как Бог, знающими, создающими добро и зло, поэтому он вам запретил. Это так внутри у человека идет разговор его злого начала с человеком. Да ладно, Бог запретил, не Бог запретил. И вообще и змей говорит, это же ты с Богом общалась? Не общалась. Кто тебе сказал? Муж сказал. А кто сказал, что мужа надо слушать? Что он тебе сказал? Нельзя кушать и нельзя есть. И он ее толкает, и она, нельзя кушать, нельзя дотрадиваться. Он ее толкает, она дотрадиваться. Он ей говорит, змей, ну что, не умерла? Вот ты, например, там нарушила заповедь какую-то, да? Как соблазнители, обычно они, когда кого-то соблазняют, они говорят, да ладно, ничего страшного, ну наркотик, ну попробуй, один раз живем, что ты это самое. Или там пить, когда соблазняют подростков, да? Говорят им, да ладно, выпей, ты что, не друг что ли? Видишь, все отбухают, посмотри, все пьют, а ты что, боишься? И вот все соблазнители, начиная со змея, они вот так вот подходят. И женщина тогда, она говорит, да, смотри, дерево, плод красивый, его хочется скушать. То есть, она глаза видит, сердце хочет, она, да, да, наверное, можно скушать. И она берет, съедает, и дальше она съедает, и у нее открылись глаза, она поняла, что она сделала. И она начинает тогда, тогда начинает она мужа своего уговаривать, чтобы он съел. И он тоже съедает. А Бог ему говорит, как же ты нарушил то, что я тебе сказал? А он говорит, а я не нарушил? Я нарушил, да я не нарушил. Любой человек себя оправдывает. Он говорит, я нарушил, что Бог мне сказал, ни в коем случае, это же ты мне жену дал. Это она, я думал, что ты мне сказал не кушать, потом дал мне жену, она мне сказала кушать. Но это как бы, она же от тебя пришла. и второе, что ему сказал первый человек, ты мне сказал, от дерева не кушать. Так я от дерева и не ел. Она мне дала этот плод, вообще порезала, сок из него выдавила, я съел, все. То есть, это то же самое, когда один согрешит. Наркоманы, знаете же, как обычно, кто-то становится наркоманом, у него заканчиваются деньги, ему дилер, который продает, ему говорит, слушай, понятно, что у тебя денег уже нету. На возьми, у тебя есть друзья, знакомые, которые, подростки, у которых есть деньги, есть семей богатых. Есть? Есть. На тебе наркотику, говори их попробовать бесплатно, и когда они подсядут, они будут покупать, и с тобой делиться, будешь мне помогать продавать. Вот такая у них сеть идет уже сотни лет. Наркоманы, они затаскивают, дилеры затаскивают наркоманов, наркоман, когда у него заканчиваются деньги, он затаскивает всех остальных. Понятно, да? Все. Значит, нам сказал царь Соломон конкретно, двадцатый отрывок, не быть среди тех, кто, для кого смысл жизни, обжираться, упиваться и получать удовольствие. Почему? Потому что тот, кто с ними общается, он обеднеет и превратится в лохмотья. Теперь, а что делать? Слушать отца, то есть учить Тору и слушать умных людей. И дальше, и не презирая матери твоей, когда она состарится, не говоришь, что законы Тора, обычаи Торы устаревшие, они не устаревшие. Тора – это наша жизнь, и она сохраняет еврейский народ уже на протяжении трех тысяч, трехсот лет. Евреи, которые держатся за Тору, это самый, это как, как, как сказать, как портал вечность, да? То есть, ты когда с Торой, ты уже находишься не здесь, ты не находишься уже в этом мире, ты находишься уже в духовном мире, и ты уже соединен с Богом. И поэтому Тора – это то, что соединяет тебя с Богом, а обычаи Торы – это тоже Тора, поэтому все обычаи еврейского народа – это, они такие же, как Тора. Все, дорогие друзья, удачи всем успехов, Мадим Лизимха, сейчас время для радости, то есть, сейчас вот эти вот семь дней надо радоваться, Бог сказал так, год ты работал, раньше так было, потом в это время осенью собираешь урожай, собрал урожай, иди в шалаш, сиди в шалаше, неделю, и радуйся, и вот радуйся тому, что Бог тебе дал урожай, и ты сидишь в этом самом шалаше, то есть, не думай, что тебя защитят какие-то стены, или что тебе для радости много нужно, живи в шалаше, радуйся, смотри на небо, и значит, все будет хорошо. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, прекрасного дня, и сейчас надо радоваться, можно сегодня выпить, и выпить вина, и поесть мясо, но именно из-за того, что сейчас это сказал делать Бог, это сейчас время для радости, и в Талмуде написано, нету радости без мяса и вина, и как бы нам сегодня не казалось, что это какая-то устаревшая модель, она не устаревшая, вот так надо делать, это обычай, это обычай, все, удачи, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok